Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Шавлотов! Всем, у кого есть намерение узнать, что Всевышний от нас хочет, и выполнить это желание. Всем, у кого есть желание работать над собой, улучшать себя, следуя законам Торы. И мы продолжаем изучать главное, что есть в человеке, что вообще человек и делает человеком, это законы речи. Потому что от речи зависит абсолютно все в нашей жизни, вот просто абсолютно все. То, как человек разговаривает с собой внутри, определяет ту реальность, в которой он находится, то, как он себе объясняет события, правила и так далее. Вот у меня, например, было, я вчера, одно было правило, которое у меня просто вот, вот я сказался, вот я этого не могу переносить, да, например. А потом думаю, а если я поменяю, если скажу, а могу. Вообще полностью картина меняется, всего. И, значит, речь внутри себя, включая привычные, знаете, как у человека есть заасфальтированные некоторые такие высказывания, которые он в себе заасфальтировал. Просто вот, например, как я когда-то у себя заасфальтировал интервью художественной династии Хоркиной. И Хоркина, она, когда ее спросили, вот говорят, что вы, вот что бы ни происходило, у вас всегда есть манитюр. И Хоркина говорит, Хоркина без манитюра, не Хоркина. То есть у нее вот заасфальтировалась такая идея, что она без манитюра не она. Все, теперь она, на тот момент, это было лет 20 назад, я смотрел это интервью, она просто вот, что бы ни происходило, она была с манитюром. Я не знаю, как сейчас, она сейчас вроде депутат Государственной Думы в России. И мне интересно было бы узнать, на всю ли жизнь она сохранилась Хоркина без манитюра, а не Хоркина. Но у каждого из нас есть вот такие вот внутри идеи, что вот без этого я не я. Или без, вот если вот так вот, то вот так. Это такие заасфальтированные идеи, которые формируют всю жизнь человека, все его реакции. Теперь Тора нам говорит, секундочку, секундочку, говорит нам Тора. Не блуждайте влеком и сердцем, и глазами, каждое утро мы говорим. И нужно свою мысль, речь, и естественно получается действие. Мысль, речь, действие, это три главных составляющих человека. Мысль, в мыслях все рождается. Потом речь, через речь оно все передается. И действие, это то, что человек уже делает в окружающем мире. Так вот, значит, вот это вот такая связочка мысль, речь, действие. Тора нам говорит, все нужно регламентировать по Торе, да. И мы сейчас изучаем, мы сейчас изучаем законы злоязычия. То есть главное отодвинуться от зла. То есть первое, самое главное, это не создавать своей речью зло. Добро, и значит, когда ты отодвигаешься от зла, тогда уже можно начинать делать свои речи добро и действиями добро. Ну и естественно и мыслями. Значит, и вот сейчас нам говорит Равзелик Плистин, он нам говорит такую вещь в книжке своей. Береги свою речь. Королевская охрана называется этот коротенький абзац, который мы сегодня рассмотрим. Он говорит так, такую метафору приводит. Вот тоже метафоры, очень интересные метафоры, это очень интересный такой аспект речи, когда мы пытаемся через какой-то пример передать какое-то другое значение. То есть это очень такая вот интересная возможность, да. Когда, я просто сейчас подумал, вот если бы медведи могли метафорами разговаривать. Вот медведь другому говорит, вот ты знаешь, говорит, земляника на что похоже? Или мед? Мед похож на, вот что бы медведь сказал. Да, то есть у медведя нет метафоры, только люди могут абстрактно придавать какое-то значение и описывать что-то через другие какие-то вещи и в это верить, кстати, интересно. Хорошо. Значит, говорит нам Равзелик Плистин, когда правитель назначает сторожа для охраны своих богатств, тот старается с честью выполнить важное задание. То есть, ну, правитель поставил сторожа, сторож охраняет дворец там или какой-то, да. И особенно этот сторож будет осторожный, если в прошлом уже несколько раз бандиты и воры покушались на сокровища и пытались ограбить царскую казну. То есть, получается, что вот когда, например, самолет падает, то изучают черный ящик для того, чтобы понять последовательность всех-всех-всех событий, которые привели к крушению. И чтобы в следующий раз все эти события избежать. Это то, как делают в авиации. В одной компании, в которой я проводил когда-то тренинги, они все ошибки, все проблемы, они прям брали, записывали и раскладывали по минутам. Кто что сделал и как надо было сделать. И составили книгу ошибок. И каждый вновь приходящий сотрудник должен был изучить все предыдущие ошибки компании и сдать экзамен по ним. Там было около, накопилось около 60 ошибок. Но после того, как все, кто изучали и сдавали экзамен по старым ошибкам, то они уже не имели права на повторение этой ошибки. То есть, они прям конкретно знали, как, в какой ситуации, что может привести к ошибке. Вот то же самое здесь Рафзелек Плистин. Он говорит так, что когда нам царь царей, это Бог, он нам завещал свою сокровищницу. А злое начало, оно пытается ослабить наше внимание. Оно хочет нас обмануть. Дескать, ты в прошлом-то уже, ну как бы у тебя не получалось, все. Да, типа расслабься, все равно не получится. И, значит, так злое начало, оно обманывает, да, обманывает человека. И, значит, он пишет Рафзелек Плистин. Не будем ему уступать этому злому началу. Отстоим то, что дано нам для охраны. Самое дорогое, что у нас есть, достойную речь. То есть, он еще раз подчеркивает, что речь, которая не производит зло... Еще раз давайте посмотрим, что такое зло. По торе лошонара это даже правдивая информация, которая унижает кого-то. Теперь, ну, много ли информации можно назвать правдивой? То есть, если мы возьмем и рассмотрим любое описание, вот просто человек напишет, например, на листике описание вчерашнего дня. И в каждом пункте, в котором он уверен в своем описании, он попросит других участников этих событий описать это же. Окажется с вероятностью на 100%, что каждый видел что-то свое, у каждого есть свой взгляд. То есть, любое описание, любая оценка, это по определению, это субъективная реальность. То есть, это интерпретация, которая обслуживает какое-то намерение. И вот здесь вот самое важное то, что он говорит нам, куда твое намерение. То есть, если ты хочешь двигаться в сторону там всевышнего добра, тогда ты интерпретируешь в плюс. Как, знаете, на суде есть прокуроры и есть адвокаты. Прокурор, его задача описать действия потенциального преступника, подсудимого. Пока он в суде, еще не доказана его вина, ему не вынесли приговор. И вот как проходит суд. Сидит, значит, прокурор и он говорит, да посмотрите на него. И он утягощает каждое его действие, он утягощает и он проецирует это на будущее. Смотрите, если сейчас его, типа, не остановить, этого преступника, прокурор доказывает, что он преступник, то будет хуже, хуже, хуже. Теперь выступает адвокат и говорит, посмотрите на этого прекрасного, милого человека. Он же просто жертва. Вы говорите, что он убил пятерых, но нет же, эти пятеро на него напали до этого. Он же защищал свою жизнь. Он же боролся за себя. И адвокат начинает то же самое описывать совершенно с другой стороны. Прокурор говорит, нет, как это так? Это было совсем по-другому. Было вот так. И, значит, сидят присяжные, сидят присяжные, слушают 12 человек и судья. И потом эти присяжные, они в комнате закрытой совещаются. Один говорит, я верю больше прокурору. Вот мне кажется, что так. Второй говорит, нет, нет, я все-таки больше верю адвокату. Один говорит, да, я все-таки верю больше. Вот были свидетели со стороны защиты, вот они так описали это. А ты во что веришь? А я верю больше в свидетелей со стороны обвинения. И вот эти присяжные, они тоже совещаются у каждого свое мнение, свое и так далее. Так это что говорить о преступниках? Обычные-то люди, они постоянно находятся в модели придумывания и интерпретации того, что с ними и с другими людьми происходило. В общем, Равзелик Плистин говорит, не, говорит, береги свою речь. Не дай, отстоим то, что дано нам для охраны. Самое дорогое, что у нас есть. Теперь 60-й пункт, вот я задам вопрос Равинам, таким ответственным, да. Он, в принципе, я когда его первый раз прочитал, то я думаю, ну надо заканчивать в роте тогда проводить Павел Шонаран. Почему? Написано в 60-м пункте так. Прежде смотри за собой называется этот пункт. Если кто-то произносит Лошонара, он не имеет права упрекнуть другого за этот грех. И наоборот, если он следит за своей речью, он может помочь другим делать то же самое. Я думаю, ну как, я не могу сказать, что я полностью чистый от Лошонара. Я стараюсь, но стараюсь, стараюсь, но опять же, человек видит в чужом глазу соринку, в своем бревно не замечает. И наверняка, вот прям, ну с точностью, ну я, нельзя на себя тоже говорить Лошонара, но наверное, где-то ошибаюсь. Даже я точно знаю где, иногда. Теперь, так что, получается, я должен остановить уроки эти? Но нет, вот тут я понял, смотрите, вот как в тексте написано. Если кто-то произносит Лошонара, например, ну там кто-то, он не имеет права упрекать другого за этот грех. Эту фразу можно понять первым путем. В тот момент, когда ты произносишь Лошонара, вот два человека ругаются, один другому говорит, ты там дурак, второй ему говорит, а ты идиот. Он ему говорит, ты не можешь говорить Лошонара. То есть, в момент, когда он сам говорит Лошонара, он не может другого упрекнуть в такой же Лошонара. Можно так понять. Теперь, второй вариант, как можно ее понять. Если кто-то произносит Лошонара, он не имеет право упрекнуть другого за этот грех. То есть, имеется в виду, что упрекать нельзя, но говорить нельзя, я же что говорю, я же не упрекаю никого из слушателей урока, я говорю, что мы должны остерегаться, мы должны понять, мы должны сделать, то есть, я не упрекаю, не говорю, ах, шушанакац, шушанакац, там, или там, или, я, то есть, никого не упрекаю, поэтому уроти мы продолжаем, уроти мы продолжаем, все. Но в жизни главный фокус должен быть на себя, разобраться с собой, со своей головой, потому что это очень тяжело. Я вот вчера обнаружил такую вещь интересную, что если голова не занята изучением Торы, то мысли в любом случае лезут негативные, какие-то проблемы, какие-то сложности, а будет плохо, было плохо и так далее. То есть голова блуждает, и если у человека есть какие-то проблемы, то бесконечно возвращается к проблемной ситуации. Единственный способ переключить голову на позитивную волну, это как радиостанция. То есть когда начинаешь изучать Тору, когда начинаешь обдумывать, когда начинаешь, особенно ты с тем-то, когда учишься. Например, вчера в синагоге мы учились вместе с ребятами, учили там разные законы и обсуждаешь и так далее. То ты все время занят позитивным таким мышлением. То есть ты размышляешь о Торе. Притом интересная такая вещь. Значит, человек же запоминает то, что у него было в последние 25 минут. То есть это у него держится еще во временной памяти. Когда у человека, вот его сознание проходит нейтральный поток мысли, он не запоминает. Когда происходит что-то негативное, то именно это негативное и запоминается в долговременную память. Потому что организм, мышление человека, оно ищет потенциальные опасности для того, чтобы их избегать. Но получается, что поэтому страшно ваш анараж, что ты запоминаешь именно негативное, потому что это опасно. Тебя интересует именно негативное, потому что так устроен мозг. И получается, что чем больше ты общаешься в негативной среде, тем больше у тебя накапливается внутри в долговременной памяти негатива. И дальше он, как яд, начинает распространяться по нервной системе. Представляете? Вот, поэтому самый лучший способ избавиться от лошонара, когда пришел один человек Хафицхайму и говорит, вы знаете, говорит, я когда читаю вашу книгу, ну вот, про злоязычие, Хафицхайм, да, книга, как законы речи, я засыпаю. Хафицхайм ему говорит, так отлично, говорит, вообще великолепно. Он говорит, а что ж тут великолепного? Он говорит, когда ты спишь, ты не говоришь лошонара однозначно. То есть ты хотя бы уже во время того, что ты спишь, ты уже освободился от лошонара, уже отлично. То есть ты, книга уже как минимум свою роль сыграла. Но, в принципе, вот постоянное изучение Торы не оставляет в голове места для беспокойства, про сложности каких-то этих. То есть тебе все понятно. Встал утром, сказал, ну да они, помолился, поучился, сделал это, сделал то, сделал то. Законы, 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 законы. Если тебе хочется чего-то интеллектуально глубокого, ты изучаешь книги, которые говорят о интеллектуально глубоком. Если тебе хочется чего-то, моральная дисциплина, вот мусар, мы изучаем книги по мусару. И у человека вся жизнь заполнена, он знает, что когда делать, и у него есть для его мозга, который не останавливается ни на секунду, постоянно есть пища для работы. То есть мозг, это как такая машина, которой постоянно нужна пища. И поймали мозг, поймали мозг в Facebook и там TikTok и Instagram. То есть так как мозгу все время нужна пища для работы, то они ему все время дают картинки, картинки, посты. И мозг такой, чик-чик-чик, пожирает, 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 пожирает. И человек как бы все время занят. То есть он сидит, час-полтора прошло, его мозг все время чик-чик-чик-чик, пожирает, пожирает, пожирает. Потом, правда, оп, остановился TikTok уже, но невозможно сидеть, спина болит, там, рука болит или там Facebook. А что, и так жизнь прошла? Прошел сегодня мой день, а что я сделал? Ничего. И мозг опять начинает пожирать какую-то бессмысленную пищу. Хорошо. Дальше. Отодвинуться от зла. Мы отодвинулись, может, постарались отодвинуться от зла. Теперь двигаемся в сторону, делай добро. Есть повелевающая заповедь, мы изучали ее в последнем все уроке, почитать отца и мать. Есть еще одна повелевающая заповедь. Испытывать страх перед отцом и матерью. Это разные заповеди. То есть написано на скрижалях «почитай отца и мать», и написано на скрижалях «бойся мать и отца». Причем, что на самом деле было написано, непонятно. Вот нужно мне выяснить этот вопрос, потому что, когда идет перечисление первый раз в книге «Шмот», там написано «почитай». А когда идет перечисление в книге «Дворим», повторение, там написано «бойся отца и мать». Мать и отца. Что на самом деле написано, надо проверить. Вот я, наверняка, этот вопрос в Талмуде обсуждается. Я, значит, с Божьей помощью к завтрашнему уроку блинедер, без обеда постараюсь найти. Но тут, значит, в чем разница между «почитай» и «бойся». Значит, «почитай» — это ухаживай, давай еду, значит, укрывай, одевай. То есть, это «почитай», ухаживай. «Бойся» — это, значит, нельзя сидеть без разрешения отца на том месте, где он сидит. Нельзя перечить ему, нельзя называть его по имени, как при жизни, так и после смерти. А нужно обращаться, используя слово «отец». Необходимо одинаково почитать и бояться как отца, так и мать. Тора приравнивает почитание и благоговейный страх перед родителями к почитанию и благоговейному страху перед благословенным Богом. «Не испытывая благоговейного страха перед родителями, еврей нарушает повелевающую заповедь, если только не поступает так с их ведома, потому что отец в праве отказаться от почитания. Эту заповедь обязаны соблюдать всегда и везде мужчины и женщины». Значит, тут как раз затронут аспект страха. Я сейчас, сегодня у нас еще пару минут осталось, я нашел один вопрос, который нам покажет сейчас некую грань вот этой заповеди. Значит, одна какая-то женщина задает вопрос, есть ли исключение, она говорит, из этого, когда можно не почитать свою биологическую мать. То есть, возможно, как, например, Стив Джобс, от него отказалась его биологическая мать, и он никогда больше не хотел ее видеть. Возможно, разные варианты. И вот раз Рав Бенсон, Рав Бенсон, Зильберг, сын Равыцкака, отвечает ей на этот вопрос очень по закону, да, как написано в законе. Он пишет ей, объясните, о какой конкретной ситуации идет речь. То есть, как мы знаем, что человек, описывая что-то, он описывает маленький кусочек того, как он это видит. Поэтому из вопроса Рав Бенсон говорит, непонятно, напишите конкретно, о какой ситуации идет речь. Это первое уточнение. То есть, каждая ситуация индивидуальная. Поэтому, если вы хотите получить ответ на свой вопрос, вы можете прямо по ссылочке в этой статье перейти на сайт Tal.ru и задать свой конкретный вопрос. Теперь дальше он дает общие законы об этой ситуации, которые могут помочь разобраться. В сборнике законов Шолхана Руха, это главный сборник законов, в трактатом Йораде, называется, 240 пункт, 18-й подпункт, написано. Даже если отец его злодей и нарушитель, все равно человек должен его бояться и почитать. То есть, так постановил Равьосов Каро закон, что даже если он злодей и нарушитель, должен его почитать. Автор Шолхана Руха, Равьосов Каро, и Шолхана Рух считается обязательным для сефардских евреев. Но если Рамо, Рабимоши Исерлис, это великий тоже был мудрец, который жил в Европе. Он там добавил добавочки для европейских евреев, для аштиназим. Если Рамо спорит с Шолхана Рухом, то аштиназские евреи идут по мнению Рамо. И он там пишет, некоторые считают, что человек не обязан почитать отца, если тот злодей, если не соблюдает заповеди Торы. Так он добавляет. И только если отец сделает шуву, то тогда он должен будет опять его начинать почитать. То есть, здесь у них расхождение. Теперь Шах, он комментирует Рамо, такой еще один мудрец, и он добавляет. Но даже если человек не обязан почитать отца, запрещено ему огорчать его. То есть, так они и пишут, это закон. Теперь, значит, Рабимсон дальше объясняет, что сефардские евреи, они обязаны почитать отца, даже если он злодей и нарушает запреты Торы. Ну, это сефардские евреи, они восточные, да, это Дадистан, горские евреи и так далее. То есть, там, я помню, Хабиб такой, чемпион мира по бою без правил. Так он не еврей, но он как раз из этих восточных дадистанских народов. И он говорил, что я отца боюсь, говорит, и почитаю, потому что он меня и сейчас победит, если надо. И он очень боялся хоть слово сказать против отца, отец для него это был высший авторитет во всем. Теперь, ажтенатские евреи, которые идут по Раму, они могут не бояться отца, который злодей, который нарушает всю Тору. Но, но, дальше начинается современная ситуация. Талмуд говорит, что современные евреи, которые не соблюдают Тору, они относятся по закону, как тенокши нежба, украденный ребенок, как маугли. То есть, они, в принципе, даже не понимают, что они не соблюдают. То есть, они, когда говорят, что я против Торы, против религии, то их, вот эта Тора и религия, против которой они выступают, к Торе и религии не имеют никакого отношения. То есть, они, в принципе, не понимают, о чем они говорят. Теперь, поэтому, мудрецы последних поколений, как Хазаныш, например, он говорил так, что те, кто воспитывался не соблюдающими Тору родителями, и поэтому не соблюдают заповеди, считаются нарушителями неосознанными. То есть, они не являются нарушителями, они не понимают, что они идут против Бога, они не понимают, что они идут против Торы. То есть, они просто, ну, вот так он назвал их, да, нарушители нечаянные, неосознанные. И он говорит, тут в каждом случае нужно смотреть, насколько это осознанно, неосознанно и так далее. Оценка индивидуальная для каждого человека в соответствии с его знанием и пониманием. И он продолжает. Я думаю, что евреям-выходцам из бывшего Советского Союза, где вообще ничего не знали о Торе, определение «украденный ребенок» подходит больше, чем другим евреям, которые выросли в свободных странах. Потому что в Советском Союзе не было возможности узнать вообще. То есть это было совершенно, такой гнет был, такая идеология, что ужас. И значит, значит, ну дальше Робинсон еще одну добавку дает, еще один закон. Но может быть, он говорит, вы имеете в виду что-то другое. Если отец или мать, не дай бог, сошли с ума, закон тогда следующий. Человек старается вести себя с ними в соответствии с их пониманием. Но если он не в состоянии выдержать этого, он уходит, оставляя их с другими людьми. То есть он должен переложить помощь и почитание родителям на кого-то, оплачивать это и так далее. Но если он не в состоянии выдерживать это, то такой закон. Значит, если отец или мать велят нарушать законы Торы, сын или дочь не должны их слушаться. Это однозначно. И значит, он приводит мнение Равыцко-Казильбера, что если отец велит сыну или просит сделать то, что запрещено Торой, отца слушаться нельзя. Мы уже приводили стих. Всять и матери своей, и отца своего бойтесь. И далее в нем сказано. И субботы мои соблюдайте. Я Господь Бог ваш. Это значит, надо чтить отца и мать. Но если они скажут, например, нарушь субботу, нельзя их слушаться. Ибо Бог выше их. Я Господь Бог ваш. То есть и они, и ребенок должен слушаться Бога. Поэтому если отец говорит, не слушайся заповеди, то ребенок не должен слушаться. И мнению родителей мы не обязаны подчиниться еще в одной ситуации при женитьбе. То есть если избранник, религиозный человек. Опять же здесь надо понять, что есть, знаете как, вот человек приходит, есть правила игры. Есть люди, эти правила игры соблюдают. Значит, вот религия это как правила игры. То есть есть правила, заповеди. И когда человек реально, искренне соблюдает эти правила, то понятно, как взаимодействуют люди друг с другом. Но если, например, приходит один человек на соревнования по боксу. Значит, он приходит на соревнования по боксу, есть правила бокса, ногами бить нельзя. А он начинает бить всех ногами, а потом еще достает нож, еще ножом начинает бить. То с таким человеком уже правила бокса не работают. То есть он не соблюдает правила. И поэтому вот в ситуациях, когда взаимодействуют люди религиозные, нерелигиозные, малорелигиозные, кто-то что-то соблюдает и так далее, это настолько запутанные все ситуации, что без конкретного изучения вот постоянного заповедей, да, конкретных законов, и без того, чтобы посоветоваться с раввином, который знает, реально знает все законы, все ситуации, прочитал все ответы на вопросы на сайте tal.ru, потому что там десятки раввинов отвечали на эти вопросы. То есть здесь, как правильно поступить, это очень-очень сложно. В любой ситуации это прямо самый большой вопрос. Поэтому сказал нам царь Соломон, Шлома Амелых, сказал он нам несколько раз, дал такую идею, да, он говорит, «Птах и ля шамбеколи беха, положись на Бога всем своим сердцем и на свою бину, на свою сообразительность не полагайся». То есть главное у человека должно быть намерение выполнить заповедь Всевышнего. А вот какая заповедь, это нужно пойти посоветоваться. Что в этой ситуации является заповедью, и что является правильным направлением. Когда ты выбираешь правильное направление, как написано, «Беколь драхеха деу» «На всех своих путях познавай Бога», «Ву я шер архотеха», и он выпрямит твои дорожки». То есть когда ты запутался, то ты должен залезть на дерево, и тогда тебе видно, где ты находишься. Так вот, когда ты внутренне, да, выбираешь, что я хочу идти по воле Всевышнего, тогда ты как будто бы залез на дерево, посмотрел, посмотрел, оп, и тебе видны тогда Бог выпрямит твои дорожки. Все, всем хорошей недели, прямых дорожек, изучения Торы и воздерживаться от чего? От Лошонара. Все, всем пока, хорошей недели. Субтитры создавал DimaTorzok